Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, я подвожу итоги, как мы с детишками провели лето в России. Чем же мы тут таким занимались, а весь последующий контент будет уже в Алжире. Вторая часть видео будет посвящена, как мы возвращались. Занимались мы тут на самом деле всем, чем только можно. Несмотря на то, что мы отдыхали в поселке, у моих родителей занятий было предостаточно. Мы решили практически все вопросы, касаемые здоровья, посетили всех врачей. Конечно же, побывали на всех детских площадках, поиграли с ребятишками. Этим летом показала детям все, чем я занималась в детстве и что так любила. А именно, приобщила Ахмедушку к рыбалке. Очень понравилось ему это дело. Ходили мы рыбачить чуть ли не каждый день. Также в детстве постоянно с сестрой спасали животных. И вот нам подвернулся птенец ласточки, которого мы выкармливали, взращивали, играли с ним. Стал прям ручным. Играет с вами? Да. Вот игранчик, я здесь поиграла. Возила детей в лес показать, где раньше в школьные годы проходил экологический лагерь у меня. Также мы участвовали во всевозможных квестах. Просто вот, хоть несмотря на то, что поселок, было множество развлечений. Вот это, например, дети совершают краеведческий квест. И я носилась вместе с ними, искала эти подсказки. Но, в общем-то, просто в роли наблюдателя. Но все равно было очень интересно. Мне очень важно было показать детям, какие бывают еще тут виды отдыха спортивные. Что такое работа в команде и так далее. Конечно же, мы все лето провели на реке и в огороде у моих родителей. Еще Сабрину я отдала в кружок рукоделия. Она плела из бисера. Вот здесь вот у них какой-то проходил мастер-класс из ниток. Участвовали они во всех возможных анимациях, развлечениях для детей. И даже Сабринка успела выступить на дне поселка Красный Фарфорный с танцевальным коллективом. Помимо этого, я решила все свои вопросы. За три года, что я не была, у меня накопилось очень много дел. Это и врачи, и документы. В общем, выполнили мы абсолютно все. И давайте покажу, как мы возвращались в Алжир. Сейчас мы находимся в городе Чудово. Меня привезла подруга и сестра. Посадят они нас на поезд. У меня три огромных чемодана, чуть ли не по 30 килограмм. Двое детей и три рюкзачка. Мы загрузились в поезд в 10 вечера и отправляемся в Москву. Полечу я опять компанией Айн Алжирия. И рейс будет вылет в 12.30. В Москву мы приехали в 5 часов утра, поэтому пару часов надо где-то перекантоваться. Приехали на Ленинградский вокзал. У меня какое-то неимоверное количество чемоданов. Сейчас мы пойдем с детьми, найдем комнату матери и ребенка. Комната матери и ребенка была целиком занята, поэтому пришлось положить до Ахмеда даже на подокольник. Но мы успели отдохнуть там пару часов. Потом я напоила детей там какао. Сама попила кофе с бутербродами. И вышли на площадь, чтобы вызвать такси. Время 8 часов утра. Погода просто шикарная в Москве. И да, улетали мы 20 августа. Вызвали, стоим, ждем свое такси. Не могли сесть в любой, потому что у меня тариф, два детских автокресла. Такси приехало быстро, буквально за пару минут. Там мне помог молодой человек загрузиться. И едем в Шереметьево, терминал С. В Шереметьево я второй раз в жизни. Первый это когда я прилетела, а второй это вот сейчас. Потому что всегда я летала только с Питера. Но вот, кстати, теперь мне очень понравился этот маршрут прямой до Москвы. Или прямо до Алжира с Москвы. Еще у меня было радостное событие, что мы опять летели тем же составом, что и прилетели. С моей подругой и с ее четырьмя ребятишками. В общем, полет, как вы понимаете, выдался очень веселый. Много негативных отзывов по поводу компании Айн Алжирия. Но мне опять-таки же кажется, что все было прекрасно. Да, рейс задержался, но буквально 25 минут. И то мы сидели уже в самолете. То есть уже не страшно. Кому интересно, нужно было предварительно сдавать тест на коронавирус. Действовал он трое суток. Его проверяют только вот при просмотре билета. Все, мы прошли весь контроль и взлетаем. Время 12.30. Видите, какой-то выдался туман странный. Весь полет длился 4 часа 40 минут. Конечно же, по традиции показать, чем же нас тут кормили. Первое это макароны с рыбой и шпинатом. На второе был рисовый салат с тунцом. Прям какой-то рыбный день. На десерт был кусочек вот такого вот кексика. Еще сыр, фромаж. Конечно же, хлеб. Ну, в общем-то, все было съедобно. А вот и Алжир, наш второй дом. Мы прилетели. Посмотрите, какая же красота. В аэропорту нас встретил супруг. И от великой усталости и от радости я ничего не засняла. Сейчас мы возвращаемся домой в город Сетив. И дальше все мои видео будут с Алжира. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok